100% запуск энергосистемы Самара-Арена состоится через неделю. С 1 февраля подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью по 40 мегаватт позволит обеспечить потребности не только стадиона, но и всей территории радиоцентра с перспективой ее дальнейшего развития и строительства новых объектов. Электроэнергии можно будет также обеспечить три небольших завода или два больших жилых микрорайона с небоскребами. Абсолютно новая технология, то есть это закрытый центр питания. Все оборудование размещено в одном здании. Причем таким образом, что если на одном трансформаторе произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, то второй останется в работе и сохранит надежность электроснабжения всех потребителей. Энергетики уже завершили первый этап переустройства ЛЭП для строительства двухъяростной дорожной развязки на пересечении Демократической Ташкентской. Сейчас обустройство путепровода продолжается. Второй этап замены проводов начнется после окончания отопительного сезона. Была выработана такая нетрадиционная технология, которую применили. Работы выполнялись в ночной период. Днем мы выполняли все подготовительные работы. Ночью перекрывали магистраль. Запланировано было сделать эту работу за 8 дней. Но понимая всю важность этой работы, мы выполнили ее за 5 дней. Зажглись новые фонари на улицах Фрунзе, Алексея Толстого, Венцико, Водников, Куйбышево и Галактионовское. Полностью освещены скверы, парки и площади в исторической части города. Во всех районах появилась праздничная иллюминация. В 2018 год у нас остались, скажем так, локальные участки освещения, которые в принципе будут закончены уже в марте месяц. Они почти закончены. Там некоторые остались недоработки. Масштабные работы энергетики провели и на Новосадовой, и Московском шоссе. Построили около 10 километров новых линий. По оценке специалистов, сети освещения и энергоснабжения на Новосадовой получили 400 киловатт дополнительной мощности. А на Московском шоссе в 5 раз больше, то есть более 2000. Готовы к работе и фан-зона на площади Куйбышева. Центры питания все построены, ведутся плановые работы по переподключению. Такого еще не было. И в рамках развития города Самара мы приняли решение, что именно эти центры питания в дальнейшем для проведения соответствующих общественных и социальных мероприятий как раз и помогут в дальнейшем организовывать эти все мероприятия. Мы заранее уже с учетом наследия подготовили эту инфраструктуру. Реконструкция и новое строительство сетей для энергообеспечения объектов Чемпионата мира по футболу 2018 обошлись более чем в 3 миллиарда рублей. Из них чуть меньше половины пришло из федеральной казны. Половина денег – частные инвестиции. И только 10% средств потратили из областного бюджета. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Продолжение следует...